Всем, друзья, привет! С вами Аль Пачина. Сегодня у нас очередное видео с очередным тестом. Сегодня будет у нас на тесте вот такой вот китайский краскопульт. Посмотрим, как он работает. Мне нужно как раз в гараже покрасить ворота, люк и еще много прибамбас. А также сегодня в ролике я буду делать самодельную краску из пенопласта. Спойлерок небольшой. Краска у нас не получилась самодельная, получилась вот такая вот жижа. Вот. Мы разбавляли ацетоном, пенопласт и такой цвет. Короче, после добавления цвета, до добавления цвета было все хорошо, после добавления цвета стала вот такая вот фигня. В конце ролика я покажу, как я все это дело делал и что произошло после добавления. Так что сегодня в ролике просто будем смотреть, как работает поливилизатор из Китая, заказанный с Бангбуд. Приятного просмотра! А еще кому интересно, я короче раскошелился себе на компрессор, потому что чужое брать это дело в общем неблагодарное. Кто не смотрел прошлый ролик про пескоструй Сентбластер, приходите посмотрите, там я взял у друга компрессор и короче удачно его почти поломал. Кстати, двигатель не сгорел, там с него просто слетели конденсаторы. Вот и весело получилось по факту. С меня новый двигатель другу и мне старый ненужный. Ладно, давайте сначала этим краскопультом нанесем на мои старые ржавые ворота грунт, посмотрим, как он работает с грунтом, а потом уже будем красить самодельной нашей красочкой. Приятного просмотра! Итак, для начала мы заливаем вот такую грунтовочку, мы ее разбавили растворителем и размешали. И заливаем через вот такую вот сеточку, она там копейки стоит. Закрываем крышечку и обязательно не забываем про средства гигиены. Как и средства защиты, вот да, оператор мне подсказал. И пробуем грунтовать. Данный лакокрасочный пневмопистолет это профессиональная модель для выполнения работ при небольшом давлении. Низкий расход воздуха позволяет обеспечить его работу даже от баллона или небольших компрессоров. Он обеспечит легкую и быструю покраску или вскрытие лаком изделий из металла и дерева и обеспечит выполнение малярных работ. Дюза у данного краскопульта 1.4. Она идеальна для нанесения лака, акриловой краски и жидких грунтов. Подойдет также для нанесения базовой краски, металлика, перламутра и ксиралика. Одним важным элементом в настройке является редуктор с манометром. Он, кстати, есть в комплекте. Его обязательно иметь, даже если на распылителе есть регулятор подачи воздуха. Если у вас профессиональный краскопульт, то редуктор должен быть в комплекте. Редуктором можно выставить необходимые давления и контролировать его во время работы. Рабочее давление для нанесения акрила и лака примерно 2-2,5 атмосферы, если используете HVLP пульверизатор. Кстати, данный краскопульт как раз такой системы. HVLP от английских слов. Height Volume Low Pressure. Переводится как большой расход при низком давлении. Краскопульты HVLP позволяют работать при низком давлении, что увеличивает перенос краски на деталь до 65% и почти не образует туман, нежели обычные пистолеты высокого давления. Также существенно снижается расход краски. Потребление воздуха порядка 350 литров в минуту. HVLP является одной из самых популярных систем, применяемых в производстве краскопультов. Итак, переходим к покраске уже от другой части ворот. У нас на пульверизаторе, на нашем краскопульте настраивается факел, настраивается подача, как бы и понятно, и настраивается давление с компрессора. Там уже есть маленькие потеки, но это не от того, что краскопульт плохой, а потому что я крашу впервые. Просто у меня не хватает опыта. Краскопульт годный и сейчас посмотрим, как я его уже немножко подрегулировал и попробую уже загрунтовать другую часть ворот. Продолжение следует... А сейчас покрасим ворота красной красочкой. Красочка обычная, не самодельная и посмотрим, как оно все будет. Краскопультик Продолжение следует... 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 Продолжение следует...